В первенстве города под Хэквондо ГТФ приняли участие более ста спортсменов. Турнир открытый, поэтому помимо сочинских клубов, за его призы приехали сражаться и тхэквондисты из Абхазии. Стартовало первенство с Хьонга. Это комплекс технических приемов. Судьи оценивают правильность их выполнения, ритм, концентрацию спортсмена, диаграмму его движений, уровень сложности показанных элементов. В Туле занял третье место. Неплохой результат, но можно лучше. Но ждем спаррингов и надеемся на бои больше. Ну а лучшим в этом виде программы стал Олег Пастухов. Кстати, он лучше не только в городе. Прекрасный результат тхэквондист показал и в Анапе на всероссийских юношеских играх боевых искусств, завоевав золото престижного турнира. В финале я встретился с спортсменом из Кабардино-Болгарии. Он был выше меня на голову. И я нашел подход. Я начал заходить в ближний бой и в итоге выиграл. Ну а турнир в Сочи продолжился спаррингами. Надо отметить, что федерация тхэквондо ГТФ в Сочи достаточно молодая. И нынешнее первенство стало одним из самых крупных турниров, проводимых в городе. Организовать его помогла 17-я спортшкола. Главная задача сегодняшних соревнований – это выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды города Сочи. После того, как будет сформирована сборная команда города Сочи, естественно, это путевка как минимум на Краснодарский край. Поэтому на Дайянг, площадку для спарринга, каждый из спортсменов выходил максимально заряженным. Только на победу. Спортсмены отбираются самые лучшие, которые войдут в сборную и войдут потом в сборную края. И смогут выступать как в краевых соревнованиях, так и на России. Наши ребята поедут на край выступать. У них впереди еще первенство Европы в октябре месяце. Это в Армении будет проходить этот турнир. Соревнования прошли как в личном, так и в командном зачетах. Лучшие получили заслуженные медали и кубки первенства города под Хэквондо ГТФ. А главная возможность проявить себя на соревнованиях более высокого уровня. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.